Здравствуйте, дорогие друзья! Такая тема необычная, психотипы на войне. Мы сейчас поймем, кто может воевать, кто может за себя постоять, а кто не выживет на войне и их всегда замочит, в общем. Поэтому стругайте себе огурчики, наливайте чаечек, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, можно условно разделить психотипы на темные и светлые, на злые и плохие, но это будет очень условно. Это не значит, что они плохие на самом деле. Просто есть психотипы, способные к агрессии и способные принимать решения в экстремальной обстановке. Конечно, лидер среди всех психотипов, кто самый адаптированный к войне, это, конечно же, эпилептоид. Эпилептоидный тип личности способен, соответственно, и быть агрессивным, и правильно оценить окружающую обстановку. Он способен, даже не подготовленные, да, так как они логики, они все равно понимают, где может сидеть там, не знаю, какой-нибудь снайпер, я не знаю, где может быть вот этот вот опасный, да, коридор какой-то обстреливаемый. То есть он может принять решение, как ему по-тихому там спрятаться, уйти от этого огня, да, может сам сообразить, как правильно там и откуда вести огонь. Он не будет делать каких-то опрометчивых, соответственно, движений в плане того, чтобы, ну, как-то, соответственно, как это в боевиках показано, красиво там победить. Да, то есть он будет мыслить как логик. Если же мы возьмем шизоида как противоположность эпилептоиду, то шизоид склонен оценивать такую агрессивную даже окружающую обстановку все равно через призму своих фантазий. Поэтому он может делать какие-то действия не совсем правильные с точки зрения логики, он не будет правильно оценивать обстановку окружающую, он, возможно, не сообразит, не поймет, как ему нужно подготовиться, вплоть до того, как ему нужно одеться. Я вот видел шизоидного паренька на шумевшее видео в ТикТоке, когда он как-то там не смог завязать там поезд, то ли он его на узел завязал военный, то ли еще что-то, или пляшку потерял. Когда у него берцы, шнурки в берцах заправлены, просто не завязаны, а заправлены в его, соответственно, берцы. То есть, и вся его форма, она наполнена вот таким вот, ну, так скажем, такими ошибками элементарными. То есть, в принципе, человек, который так одет, ну, во-первых, он может просто шуметь, да, то есть, он наверняка не попрыгал, не посмотрел, что у него в карманах. То есть, когда он будет передвигаться, он может упасть на своих же шнурках, он может шуметь чем-то в карманах. Он уже, соответственно, своей одеждой не подготовлен к экстремальной обстановке. Если мы его посадим еще такого замечательного шизоида в экстремальную обстановку, понятно, что там его действия, они... Ну, если он в одежде допустил ошибки, то, конечно, и при военных действиях, при каком-то обстреле, он тоже не будет себя адекватно вести. Поэтому шизоидный психотип на войне – это такое вот пушечное мясо на расстрел. Так же, как и истероидный тип личности, потому что психика истероида, она заточена только на эмоции. То есть, их, соответственно, психика, она работает, то есть, либо на переключение, он, когда экстремальная ситуация где-то в жизни, ну, просто там на работе его поругали, увольняют, то есть, он может действительно убежать. Или начать истерить, как-то привлекать к себе внимание, чем-то другим там пытаться отыграть. Ну, на войне так не получится. Война – это экстремальное состояние, когда люди друг в дружку стреляют, там никто на его истерике внимания не обратит, никто не будет, соответственно, этого истерика как-то, соответственно, защищать, ну, по-особенному оберегать, прятать где-то в бункере, то есть, его также выгонят, как и всех откуда-то, или он там попадет как-то даже среди менного населения, если будет кто-то из истериков, попадут под обстрел. Соответственно, у них начнется эмоциональная реакция на эти все обстрелы, и она не позволит принять просто качественное решение. Если же мы возьмем эмотивный тип личности, он может действовать все-таки достаточно прямолинейно, в плане того, что он может, в принципе, если его товарищи особенно как-то убили, немножко пострелять даже агрессивно из автомата, он сможет, в принципе, они все-таки достаточно логичны, там как минимум более-менее нормально одеться, более-менее сделать какие-то вещи, но в целом ему не, так скажем, его психика, она не заточена на насилие. Как правило, его все равно откатывает потом в какие-то позитивные эмоции, ему может быть стать жалко врага, и при длительном каком-то сопротивлении он может подружиться с врагом и даже стать вот таким вот из разряда предателем, да. Поэтому, соответственно, с одной стороны это уже не так плохо, как истерик и шизоид, а с другой стороны, в разведку с такими людьми лучше не ходить. Соответственно, кто еще замечательно справится с военными действиями, да, с агрессивными действиями, когда разбираем, вдруг вот, да, как, помните, там, события 41-го, все, там, сирены из разряда, там, самолеты полетели, все, взрывается, экстрим. Парнояльный. Парнояльный с этим справится. Психика парнояльного, она кружится вокруг сверхидеи. В экстремальной обстановке у парнояльного может возникнуть новая сверхидея. Бывает такое, что она возникает, как в фильме «Таксист», там мести, допустим, напали какие-то там фашисты на нас плохие, сейчас вот сформируется у парнояльного идея, что месть всем фашистам, значит, и он начнет собирать отряды, легионы, там, придумывать, как их выковырять, и не успокоится, пока всех фашистов этих не пожгет на корню. Такой вот наш парнояльный. Поэтому парнояльный очень эффективен в военных действиях. Конечно же, неэффективен в военных действиях гипертим, потому что его психика максимально разогнана, он будет, может быть, принимать решения быстро, да, в экстремальной ситуации, но не всегда достаточно обдуманно. Поэтому может схватить, как минимум, какую-то пулю или осколок рядом взорвавшийся. То есть, это люди, которые, ну, так скажем, сначала делают, а потом думают. Подробнее о всех психотипах, которые я перечисляю, это, конечно же, смотрите видеоролики в плейлисте «Психология». По поводу нарцистического типа личности или даже нарцистического расстройства, стоит сразу озвучить, что такой сильный стресс, как война, такой сильный стресс, как, соответственно, допустим, убийство чьи-то или угроза жизни нарцисса, они, конечно, способны подорвать необратимо психику нарцисса. Как правило, ну, то есть, люди уходят. Очень сильные психиатрические расстройства, они тоже не контролируют ситуацию окружающую. Если человек ситуацию окружающую не контролирует, в экстремальной ситуации, скорее всего, его просто убьют. Кому же комфортно на войне? На войне еще может быть комфортно, помимо эпилептоида и помимо пронояльного типа личности, уже неким акцентуациям, когда люди, мы говорим, сильно акцентуированы или уже имеют вот этот психопатический спектр и социопатический спектр. Это по старой терминологии на сегодняшний день, ДСМ, немножко по-другому это считается, это объединяется в одно заболевание, но если по-старому, как я вам напоминаю информацию, как я уже рассказывал, смотрите мои предыдущие видео. Психопатия – это когда уклон идет в потерю эмоционального спектра. В рамках моего видео мы рассматриваем так эту акцентуацию. Социопатия – это когда идет смещение только в сторону негативных эмоций, злобы и агрессии. То есть, не способен человек испытывать какие-либо другие эмоции. И чтобы не оставаться совсем без эмоций, чтобы не оставаться эмоционально голодным, он вынужден провоцировать в себе хотя бы вот эти негативные эмоции. И социопат, он, конечно, на войне, может быть, ему будет комфортно, может быть, он с удовольствием кого-нибудь поймает, там и убьет, и попытает. Но, соответственно, как правило, из-за того, что современные военные действия, они все-таки больше для логиков, и грубая физическая сила и грубое насилие там мало что решают, потому что есть там снайперы, есть пулеметные гнезда, есть артиллерийские обстрелы. Также существует применение различных взрывчатых веществ, которые могут быть расположены по разным позициям, что-то может быть заминировано где-то. И многие вещи нужно очень много анализировать. То есть, это такая вот аналитическая работа, вы должны тяжело, да, точнее, вы должны, когда передвигаетесь, очень быстро думать и принимать решение, где какая опасность, какая угроза может вас ждать. И социопат из-за того, что его эмоции понарастающие, они его возбуждают, у него много агрессии, он может необдуманно поступать в такой ситуации, стремиться к насилию, стремиться пострелять просто по живой мишени, как бы побыстрее кого-то убить, получить от этого кайф своеобразный. И, конечно, он за это, так скажем, будет наказан, потому что он раскроет, возможно, раньше времени свое местоположение для врага или какие-то другие ошибки сделает, и, соответственно, его просто-напросто нейтрализует. А вот психопатия, когда человек отключен эмоционально полностью, может быть, в обычной жизни ему, конечно, тяжело с этим жить, потому что отсутствие, невозможно получить позитивные эмоции, невозможно наслаждаться, пребывать с любимым человеком, невозможно до конца насладиться пребыванием с детьми, зато на войне. Самое то, он сможет выжить, он не будет переживать, он будет только думать, у него будет только холодный расчет, и, соответственно, при необходимости ему ничего не стоит, будет убить человека, если это будет нужно, потому что у него нет эмоциональной сферы, нет вот этой вот каких-то переживаний внутренних. Дорогие друзья, я надеюсь, что данный выпуск был для вас интересен, если хотите, я сниму продолжение, с вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok